Здравствуйте! В эфире «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Сегодня в нашей стране проживает более 2,5 миллионов пенсионеров. За последние 10 лет их стало больше на 63 тысячи человек. А количество занятых в экономике за это время снизилось на 370 тысяч. Если учесть, что по данным Белстата в 2019 году в экономике было занято чуть более 4,3 миллиона человек, то на одного пенсионера сегодня приходится меньше двух работающих, точнее 1,7. Проще говоря, трое работающих человек обеспечивают сегодня выплату пенсии двоим пенсионерам. При этом, конечно, стоит учитывать, что более 25% пенсионеров продолжают трудиться. И если от общего количества занятых вычесть эти почти 640 тысяч человек, то соотношение выйдет и вовсе 1,5. Если обратиться к региональной статистике, то выявляются следующие показатели. Граждан пенсионного возраста в нашем регионе порядка 385 тысяч. Среди всех регионов Беларуси это самый высокий показатель. Количество занятых в экономике пенсионеров у нас сохраняется на протяжении последних 10 лет. Это примерно 20%. По последним данным, количество работающих на Гомельщине насчитывало 586 с небольшим тысяч человек. Это значит, что соотношение пенсионеров и работающих еще ниже, чем в целом по стране. Такой демографический дисбаланс вызывает определенные проблемы с пенсионным обеспечением неработающего населения. Закон о пенсионном обеспечении гарантирует гражданам пенсионный отдых. Он же регламентирует начисление пенсии по возрасту и социальных пенсий. Право на получение пенсии по достижении определенного возраста имеют люди, которые в рабочие периоды подлежали обязательному социальному страхованию. То есть за них уплачивались взносы в фонд социальной защиты населения. Эти граждане должны иметь общий трудовой стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Закон также предусматривает право на досрочный выход на пенсию при наличии меньшего трудового стажа для некоторых категорий работников с особыми условиями труда. В 2016 году были приняты существенные изменения в законодательстве. Согласно указу президента Республики Беларусь номер 137 о совершенствовании пенсионного обеспечения, с 1 января 2017 года началось постепенное повышение возраста для выхода на трудовую пенсию. Каждый год до 2022 года возрастной лимит увеличивается на 6 месяцев. В 2016 году возраст выхода на пенсию для мужчин составлял 60 лет, для женщин – 55 лет. А в связи с изменением законодательства в 2023 году минимальный возраст, с которого может начисляться пенсия, должен составить 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. В январе этого года средний размер назначенных пенсий составил 431 тысяч рублей, что в 2,4 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и достигло цифры в 38,6% средней заработной платы. Пенсия по возрасту в среднем составляет сегодня 446 рублей. Минимальная пенсия в Беларуси с 1 февраля 2020 года чуть больше 245 рублей. В 2019 году средняя по стране пенсия в долларовом эквиваленте впервые с 2014 года превысила 200 долларов, до минимума сократив отставание от средней российской пенсии и увеличив разрыв с украинской. Хотя относительно западных соседей белорусская пенсия намного меньше. В эквиваленте в настоящее время средняя российская пенсия на 10 долларов больше белорусской. Еще год назад разница составляла почти 50 долларов. В сравнении с Украиной пенсии в нашей стране заметно выше. В Украине средний размер пенсии по сегодняшнему курсу 121 доллар. Это на 85 долларов меньше, чем в Беларуси. Однако в сравнении с ближайшими западными соседями пенсии у нас небольшие. Например, в Литве средняя по стране пенсия по старости сейчас 380 долларов. В Латвии 340. В Польше около 500 долларов. Увеличение трудового стажа и страховых периодов позволило повысить размер пенсионного обеспечения населения и производить выплату пенсии исключительно из ресурсов пенсионного фонда до 2018 года. В 2019 фонд социальной защиты населения поступило почти 16 миллиардов рублей, из которых почти 14,5 миллиардов составили обязательные страховые взносы. Из этих средств почти 80% было направлено на выплату пенсии. В 2019 году собственных ресурсов фонда уже было недостаточно. Потребовалась дотация из республиканского бюджета в сумме 104 миллиона рублей. Дотации бюджета ФВЗН запланированы в текущем году, причем почти в 4 раза выше, чем в предыдущем. Учитывая сокращение количества населения и его старения, и некоторую либерализацию пенсионного законодательства для отдельных категорий граждан в начале этого года, можно говорить о том, что система пенсионного обеспечения в стране столкнется с новыми вызовами. Это были цифры и факты. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!